Для чего вот эта цель? Цель нужна. Убрать мечеть Эляксы. Это на Храмовой горе. Вот сейчас был сухот, еврейский праздник, да, в неделю. И евреи поднялись на Храмовую гору. Естественно, мусульмане, они восстали, что типа осквернилась Храмовая гора. Для чего все эти войны? Для того, чтобы уничтожить мечеть Элякса и построить Третий Русалимский храм. Для того, чтобы уже пришел Машар. Что в эти минуты происходит на Святой Земле, узнаем у президента фонда памяти преподобной мученицы Лисавета Федоровны Романовой, монахиней Евросии и Фросинией. Матушка, здравствуйте. Матушка, добрый вечер. Добрый день. Знаете, с шести утра в субботу начался вот такой обстрел. То есть я над собой просчитала 57 бомб. Представляете? И все летело в Цурхадасу и дальше в сторону Тель-Авива. 57 бомб. Никогда у Хамаса не было таких ракет. Никогда. Это, естественно, проплачено все американцами. Вот. Потому что сейчас выяснилось, что автоматы и все ракеты американские. Поэтому здесь был полностью договорняк. Договорняк с Нетаньягу. Он имеет уголовную ответственность очень большую. У нас сейчас весь Израиль выходил против него. Так как он набрал ультра-аркодоксальных евреев. И все, значит, захотели... Во-первых, конституции в Израиле нет. Во-вторых, Верховный суд хотели реформировать. Понимаете? И у нас весь Израиль светский восстал против Нетаньягу. Вот. И поэтому, чтобы смягчить эту всю обстановку и соединить все власти. Вот сейчас и Либерман пришел к власти. Все сейчас соединяют. Чтобы все-все успокоились. Успокоились, понимаете? И в тихомолку ввести все равно эту реформу. Реформу Верховного суда. Вот. Они устроили такую заваруху. Здесь был полностью договорняк. И договорняк... Война, мы уже слышим. Я на протяжении 30 лет живу в Израиле. Они все об этом говорят. Нам нужна война с Ираном. Потому что Иран нападает на... Не хочет, значит, Израиль. Чтобы израильтяне находились на святой земле. Вот мы будем воевать полностью, значит, с Ираном. И для них этот конфликт нужен. И Таньяго нужен. Вот именно властям нужен этот конфликт. Для чего? Для чего вот эта цель? Цель нужна. Убрать мечеть Эляксы. Это на Храмовой горе. Вот сейчас был Сухот. Еврейский праздник. Да, вот неделю. И евреи поднялись на Храмовую гору. Естественно, мусульмане, они восстали. Что типа осквернилась храмовая гора. Для чего все эти войны? Для того, чтобы уничтожить мечеть Элякса. И построить Третий Иерусалимский храм. Для того, чтобы уже пришел Мошак. Так вот, три дня назад, перед войной, В пятницу, Нитаньяго огласил о том, что на 24-й год на Пейсах, значит, уже заложен бюджет на строительство Третьего Иерусалимского храма. За место мечети. Вы понимаете, что творится, да? Поэтому им нужен конфликт. Сегодня Нитаньяго говорит, будет война долгая. А что значит долгая? Значит, она будет рассчитана на шесть месяцев. Почему? Берите Джерусалим-пост. Вы посмотрите, что там написано. Что Америка привезла в Израиль пять красных коров. Это священные коровы. Их выращивали специально. Значит, чтоб не имело ни одного пятка. Их будут на Пейсах еврейских, в 24-м году, сжигать на Илеоне. Об этом, это не мои слова. Вы посмотрите, Джерусалим-пост, все газеты израильские об этом говорят. Американские говорят газеты. То есть привезли, это было большое событие, на суббот привезли. И эти пять коров будут сжигать на Илеоне. Затем смешивать со священной водой и освещать храмовую гору. Понимаете, да? То есть осветив храмовую гору и заложив камень на строительство третьего имсалимского храма. Где по ихнему должен воссесть машар по нашему антихристу. Вот это все делается. И они не остановят эту войну. Не остановят, они будут провоцировать, провоцировать. Понимаете, НАТО и Таньягу это сейчас на руку. Потому что сейчас все соединились. И все забыли о конфликте, реформы вот именно вот этой конституции. Поэтому на сегодняшний день, вот это сегодня происходит. Их купили, вот то, что Америка, значит вот есть ИГИЛ, да? Полностью проплачена организация. Бен Ладен. Мы все знаем 98% оплаченной организации. Хамас полностью оплачена. Сейчас даже Трамп говорит. Посмотрите, это Бен Ладен договорился с Нитальягу. Даже если уже он говорит об этом. И сейчас действительно нашли американское полостью вооружения. У Хамаса никогда не было. Никогда не было такого оружия. Это все делает Америка. И вот вы говорите про Моссад. А Моссад как раз он проамериканский. У нас раньше был. Кто? Натив. Кто возглавлял Натив? Яков Кедми. Вот почему Якова Кедми снесли? Потому что его на пенсию отправили. Потому что он пророссийский. Соединили с Моссадом. Понимаете? Его на пенсию. Матву, спасибо вам огромное. Вам духовных и телесных сил. Потому что время непростой. Вы там находитесь. Будем следить за ситуацией вместе с вами.